Приветствую вас. Начать свой ответ я бы хотел с того, чтобы вы подумали о таком, на мой взгляд, важном моменте. Вот, у вас всё хорошо. У вас, ну, относительно всё хорошо. Да? То есть, в начале текста. То есть, всё здорово, вроде бы как, всё вроде бы как получается, да? Вот. Молодым человеком вы встречаетесь с другой стороны, всё нормально. Вот. То есть, всё хорошо, 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 хорошо. А потом, потом возникает перелом. Потом возникает проблема, да? И весь вопрос в том, чья это проблема? Молодого человека ли? Или вашего? Понимаете? Вот. Это важно. Потому что от того, как вы воспринимаете проблему, от того, как вы её понимаете, как вы её чувствуете, от того, как вы видите её, зависит много. В том числе, в том числе, в том числе, и то, что вас ждёт или будет ждать. Дальше. Вот. Поэтому, в первую очередь, обратите внимание на данный аспект. Это важно. Понятно. Да? Дальше. Вы пишите, что мы знакомы, мы знакомы уже больше 5 лет, и из этих, из этих, из них 4 живём вместе. Ну, если вы 4 года живёте вместе, то волей-неволей напрашивается такой вопрос. Если вы именно живёте вместе, то как так вышло, что живя вместе, вы не создали семью. Ну, не создали семью. Вот. То есть, жить вместе можно, а создать семью нет. Это вот, как-то, знаете, странно. Ну, не то, чтобы странно даже, да? А, может быть, лучше сказать, отдаёт вашей неуверенности в себе, например, возможность. Да? Вот так, я думаю. Здесь можно интерпретировать. Так. Дальше. О свадьбе никогда не говорили, но как-то жили, по крайней мере для меня, с уверенностью, что уже давно и так являемся семьёй. Ну, вы знаете, вот я бы здесь обратил внимание, я бы здесь обратил внимание на то, что вам, вот именно вам, в первую очередь, да, самой нужна семья. Вот. В первую очередь, я бы обратил внимание именно на это. То, что вы сами нуждаете семье. Скорее всего. Вот. Я не утверждаю этого наверняка. Пока что. Вот. Но я говорю, что если, если вы действительно нуждаете в семье, то волей, 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 нужно задаться вопросом, чем для нас семья, именно для нас, важна. Если, если вот вы говорите, что, ну, вот вы о свадьбе никогда не говорили, да, о свадьбе не обсуждали, но при этом, значит, считали, что вы уже семья. Вот. То есть здесь вот, на мой взгляд, есть такие важные моменты, да, моменты того, что вам нужно, моменты того, чего вы хотите. Вот. Я полагаю. Момент ваших желаний, по сути, и того, как вы эти свои желания реализуете. То есть, если вы хотели семью, например, да, ну, допустим, 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 вы хотели семью, то что вы сделали для того, чтобы, скажем так, приблизить ее, ну, ее, появление, ее приближение. Вот. И делали ли вы что-то для этого? Если нет, то почему, по какой причине? Дальше. Значит, жили с полной уверенностью, что уже давно и так являемся семьей. Ну, понимаете, здесь, конечно, все не так однозначно. То есть, с одной стороны, я, конечно, понимаю, что семью вам хочется и понимаю, что она вам нужна, вероятно. Вот. Но, все-таки, 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 если, вот, вы хотели бы семью, для этого все-таки нужно, ну, что-то здесь, что-то здесь сделать. Ну, как-то, например, подтвердить от молодого человека, что он действительно собирается там создавать семьи. То есть, как-то, вот, его намерение, намерение молодого человека, да, как-то, вот, ну, идентифицировать. А то, вы жили в полной уверенности, что у вас семья есть. Вот. Но, при этом, вы не подтверждали это. Не подтверждали тот факт, что она у вас действительно есть. И, может быть, может быть, именно поэтому и не подтверждали, что боялись. Боялись. Боялись, а вдруг, вдруг это не так. Вдруг вы ошибаетесь. Опять же, я не уверен, но это нужно либо подтверждать, либо опровергать. Дальше. Мы из разных стран молодой человек переехал ко мне. Ну, короче, молодой человек переехал к вам. Вот. Вот. Чем обусловлен был ваш выбор мужчины, да, из другой страны? Вот. Чем, чем этот выбор был обусловлен? Ну, вообще, просто. Условия, обстоятельства вашего знакомства какие были? То есть, вы, там, пробовали другие отношения, ну, с, там, с другими мужчинами. Или вы сразу встретили этого молодого человека. Вот. То есть, это все, конечно, надо бы разбирать. То есть, когда он к вам переехал, да, тоже нужно знать о его отношении к этому. Насколько он хотел этого. Насколько он, ну, нуждался в этом, в том, чтобы переехать к вам. Вот. И так далее. То есть, это все тоже очень важный момент. Был ли, например, молодой человек свободен в своем решении. Или он, там, допустим, испытывал какое-то давление, например, с вашей стороны. Я не говорю, что вы специально на него давили. Просто это нужно изучить. Все эти вопросы, они ответят вам на основной. Можно ли спасти отношения и есть ли, есть ли что спасать. По сути. Еще. Понимаете? Вот. Дальше. В различных испытаниях с документами, поиском работы и так далее. А почему документы и поиск работы – это испытание? То есть, вот с чем связано такое восприятие вот документов и поиска работы? То есть, да, с документами там сложно, сложно. Это понятно. Но это нормально. То есть, нормально, что с документами есть проблемы. Нормально, что документы и быстро там делаются и так далее, и так далее, и так далее. Это нормально. Вы же, вы же называете это испытаниями. И у меня вопрос. По какой причине? Если вы воспринимали это как испытание, то может быть, может быть и молодой человек тоже воспринимал это как испытание. И может быть, именно от этого чувства, от ощущений, что ваш путь – это одно сплошное испытание, он и устал. Я, конечно, не знаю. Может быть, это не так. Но, тем не менее, вы считаете это испытанием то, что вам пришлось пройтись или он. Потому что, ну, вот, документы и поиск работы – это не самое приятное занятие, но это нормально. Это естественно. Вот. Вот. Это вот тоже нужно выяснять. Дальше. Я всегда был опорой и поддержкой. Ну, то, что вы были опорой и поддержкой – это хорошо. В принципе. Другой вопрос заключается в том, для чего вы были опорой и поддержкой? То есть, грубо говоря, были ли вы опорой и поддержкой для него столько? Или вы были опорой и поддержкой для себя? В том числе. Понимаете? Потому что, если вы его поддерживали только чтобы он был с вами, ожидая от него чего-то, то это, конечно, прямой путь к вот тому состоянию, в котором вы сейчас находитесь. По сути. Вот. Если вы это делали для него, ну, просто для него, то есть, без каких-либо, ну, ожиданий, например, для себя, то, в принципе, все хорошо. Вот. А тогда получается, что причины ваших переживаний, они в чем-то другом должны быть. Да? Вот. То есть, понятно, о чем мне прежде. То есть, здесь субъективная сторона того, для чего вы, значит, были опорой и поддержкой своему молодому человеку. Вот. С какой целью вы это делали? Чего вы ожидали? Дальше. Так. Да и общие стремления и цели были. Общие стремления и цели — это хорошо. А вот общий досуг и общий интерес — это совсем другое. Другое. Досуг проводим вместе в обществе друг друга веселый и комфортный. Понимаете, с учетом того, что полгода назад он заговорил о том, что устал и хочет вернуться домой навсегда, ну, говорит о том, что все-таки что-то не так, видимо, гладко, как вот вы, значит, описывать, то есть, наверное, все-таки получается, что какие-то проблемы есть, какие-то проблемы все-таки имеют место быть, а вот, я так не взрываю. Получается, что вам хорошо, ну, можем быть вместе, вот. Я не спорю об этом. Но это, тем не менее, ничего не меняет по сути своей. То есть, вам хорошо, но хорошо вам только, например, а не ему, не ему, понимаете. То есть, я, опять же, я не знаю, но то, что он заговорил, вот, об этом, да, говорит о все же ряде проблем. То есть, что-то вы упускаете в своем молодом человеке. Я не знаю, что, но что-то вы упускаете. Дальше. Очень устал и хочет вернуться домой. Вот от чего устал? На работе у него застой. Повышение вроде было, но нажалывание это, значительно, пока не отражается. Ну, вот, значит, второй раз я вижу некий такой акцент, да, я вижу некий акцент на деньгах у вас, соответственно. Вот. Не то, чтобы я считаю это чем-то плохим. Вот. Не то, чтобы я считаю это, ну, чем-то неправильным, да. Просто этот акцент на деньгах может именно для мужчины, именно для мужчины быть не совсем приятным. Вот. Или тяготить его. или постоянно держать там в напряжении, грубо говоря. Вот. То есть тут вот нужно смотреть тоже. Я верю, что вы относитесь к нему искренне, тепло и что хотите ему только лучшего самого всего. Вот. Но, тем не менее, пока то, что происходит, это все же некое, знаете, различие между тем, чего хотите вы и тем, чего хочет он. Вот. Вполне может быть, что мужчина считает, что вы думаете, что вот то, чего он добился, да, это все очень легко, легко. Вполне возможно, что он думает о том, что вы не понимаете, как сложно ему, значит, добиваться того, чего он добился. Так. Дальше. Были мелкие бытовые ссоры, но после не сразу я стал прислушиваться, поняла свои ошибки и действительно стала создавать уют и домашний очаг. Ну, здесь, конечно, будет, конечно, очень важно, как вы ведете себя в сорок и как он ведет себя в сорок. Дело в том, что в соре каждый несет половину ответственности. То есть за сору ответственны 50% своих, а 50% молодой человек. И нужно, чтобы вот вы что-то из этой сори извлекли, да? А вот. Нужно, чтобы он тоже что-то извлек. А пока я вижу, что извлекаете только вы. И если ссора происходит вот в таком, значит, одностороннем немного порядке, это вас дискредитирует и снижает ваши ценности. И вот это могло стать одной из причин, по которой он так себя ведет. То есть по которой он решил, что ему нужно уехать, что он устал. Дальше идем. Дальше идем. Вы пишете, что стали, значит, создавать домашний очаг, уют. А что вы делали до этого? Почему мужчину раньше все устраивало? А потом нет. А потом перестало. Понимаете, что поменялось? Что-то получается в нем изменилось, что ссоры начались. Возможно, это дело было не вас, а в нем самом. Он это перенес на вас. Вы поддались и потеряли свои цены. Еще раз повторю, тут нужно весь генезис отношений смотреть. Потому что так вот говорить, это очень, ну, на догадках все, на догадках. Дальше. Я много работаю, тем не менее, даже если поздно, всегда спящу домой, стараюсь и ужин вкусный приготовить. Либо поблагодарить, что меня ждут. Не очень, вот я, если честно, понял-понял смысл последнего предложения, да, поблагодарить, что меня ждут. То есть, что это значит? Поблагодарить, что меня ждут. Вы должны, раз я, благодарить кого-то, что вас ждут. Для чего вы тогда все это делаете? Ну, я имею в виду, для чего вы тогда здоровитесь домой, спешите домой и так далее. Потому что ваш суть? Потому что вы боитесь, что вас не будут ждать? Или как? То есть, это ваш свободный выбор? Или он, этот выбор чем-то продиктован? Это важно. Насколько вы свободны в своем волеизъявлении по, ну, по отношению к мужчинам. Вот. Это очень важно. На самом деле. А дальше идем. Так. Но, с каждой поездкой домой, к нему домой, с ним происходят какие-то метаморфоны. То есть, когда он ездит домой, после того, как он съедет домой, да, мужчина немного меняется, начинает как-то по-другому нас смотреть, да. После того, как, ну, после того, как побудет немножко в другой среде, да. Я так полагаю. Вот. Вот. И это, на самом деле, не случайно. Потому что, в другой среде, очевидно, в другой среде, мужчина чувствует себя, ну, гораздо лучше. А, он там чувствует себя более комфортно. И вы сами, вот вы сами, вряд ли как-то за это ответственны, вряд ли вы как-то можете на это повлиять. Вот. Вряд ли. То есть, все это происходит, эм, отчасти, э, совершенно помимо, э, вашего вмешательства. Вот. Потому что, э, дома у себя, дома у себя. А, мужчина раскрывает просто то, что ему нужно. Вот. Это не метаморфозы. Это, скорее, э, борьба внутренняя. С тем, что он, с тем, что ему хочется. И, со, своего рода, э, с чувством, ну, может быть, с чувством, э, долга, которое у него есть. Или, э, появилось, вот, после того, как, э, он, э, стал, э, с вами в отношениях, находиться. Вот. Опять же, я не знаю, может, может быть, э, я ошибаюсь сейчас. Но, я полагаю, что такой вариант рассмотреть, э, тоже можно. Дальше идем. Так. Э, я уже давно сказал, что принимаю его решение, как бы больно не было это слышать. Ну, вот, э, свою боль вам нужно, э, рассмотреть более подробно, с чем она связана. То есть, это ваше чувство, вам нужно взять ответственность на себя за свое чувство. А он несколько раз уже прорывал суть из квартиры в другое место. А другое место, это, простите, это, куда? В другое место. То есть, что значит, в другое место? То есть, он, э, хотел жить не с вами, не с вами, а где-то, э, в другом, значит, э, ну, в другом месте, в другой квартире, но при этом, э, в стране вашего пребывания или как? То есть, тут вот, э, как-то, знаете, не совсем понятно, на мой взгляд, что происходит. Вот, ну, короче, он порывался. И, что? То есть, вы, вы его не отпустили, он сам не решал, не решался. А, что, про, что происходило? По факту, чтобы, понимаете, то есть, вы, э, терпите такую вот неопределенность. А, со стороны мужчины. И это, на самом деле, тоже, определенный такой, э, сигнал, по отношению к вам, э, что вы позволяете мужчине, э, держать вас в таком, в таком, в таком вот, э, подвешенном состоянии, да, когда, ну, и не туда вроде бы, и, и не сюда. Вот. Не в ту сторону, не в другую. Дальше. Эм, так, однако теперь поставил дату, уезжает через месяц. А, как же ваши отношения? То есть, э, как ваши отношения? Эм, на, на, на все это, э, должны отреагировать. Непонятно, да? Согласитесь, согласитесь. То есть, э, мужчины куда-то собираются, э, уезжать, да? Вот. Но, при этом, э, э, как же вы, как же ваше будущее, да? Все это, получается, приносится, э, в жертву. Ну, по, по факту, по факту. И, как вы, сами, к этому относитесь? Считаете ли вы, что это, справедливое отношение? Или нет? Или нет? Если это отношение, ну, несправедливое, то, вы, вы же, э, вы же терпите это. Вот. Понимаете? То есть, тут, э, тут вот, э, нужно, конечно, э, тоже разбираться. Что происходит и почему? Кх-кх, дальше. Эм, так. Написал заявление, предупредил всех на работе. Считаю, что дома ему будет лучше. А вам и мое эмоциональное состояние скачет. Из-за чего? Э, как-то, наоборот, терпимое стало, потому все, потому, как эти приборы уже не в первый раз. И, тем не менее, все больше задумывался, что это все так плохо. Со мной почему не уходил все это время? Ну, во-первых, э, эмоциональные перепады, э, ваши, да, то есть, вот, то, что с вашей стороны, э, эмоциональные перепады. Это отдельная история. И их нужно разбирать. Это абсолютно отдельная история. Ваши эмоциональные перепады, это ваша же прямая ответственность. это ваши чувства, это ваше желание, это, по сути, это, э, доказательство того, что вы, ну, не то, не то, чтобы прям, прям, знаете, вот, э, не уверены в себе, может быть, да, не то, чтобы прямо не уверены в себе. Но это доказательство того, что вы не совсем, например, э, свободны в эм, в своем выборе, в эм, в своей, значит, э, ну, в своих решениях, в своих, в своей эм, позиции, в своих, э, своих, э, действиях, поступках. Вот. Понимаете? Вот это все об этом. Это все про это. То есть, э, 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 это, по сути, э, низкий эмоциональный интеллект у вас. Вот. То есть, э, да, я понимаю, что это может быть, э, неприятно, э, э, слышать, да, э, вам, вот, но тем не менее, тем не менее, э, лучше, если вы, вот, э, вот, э, сейчас это услышите, э, сейчас это узнаете и уже потом, э, будете, э, как-то что-то с этим делать, нежели чем, э, дальше будете, э, продолжать, например, себе вредить, там, или что-то типа, что-то типа, типа, типа того. Дальше. Э, э, если мы так плохо, одно и, э, почему не уходил? Э, э, на самом деле, э, вот это одно из, э, самых таких явных, э, подтверждений, э, э, того, что вы, ну, в некоторой степени, э, возможно, зависимы от него. Потому что, э, э, вы интересуетесь его чувствами, не своими, э, чувствами. То есть, вас, э, вас волнует не вы, в данном случае, а он, э, его чувства вас, э, волнует, э, скорее, скорее, вот. И это, конечно, э, показатель. Вот. Это, э, показатель того, э, как вы относитесь сами к себе. Дальше. Так, это значит, что вы его ставите выше, а себя принижает. И подобная модель поведения, она, ну, скорее всего, имеет свою историю. Э, э, дома у него работы нет, каких-либо занятий нет, э, ну, это вы пишите про него. То есть, все это про него. К вам это не относится. Э, 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 и когда человек начинает, э, э, жить не своими, э, чувствами, э, чувствами другого, это вот уже называется зависимость. То есть, растворение, растворение одного в другом. И, соответственно, падение того, кто растворяется, падение ценностей того, кто растворяется. А мне говорит, что раз уже здесь не смогли, то и там не сможет. Не очень понятно, что это значит, да. То есть, что именно не смогли. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Потому как не может принять полностью все мои поступки и поведение. Ну, это, это очень смахивает на защитную реакцию мужчины. Вот. И на попытку оправдать, э, то, что он встал. Э, скучать не будет, общаться тоже. Тем не менее, я до сих пор не уехал, но вещи собрал почти месяц назад. А, значит, ну, это опять же говорит о том, что в любую минуту, когда ему будет удобно, он уедет. А по крайней мере, он хочет быть так, ну, так думали. Он всегда был добрым, внимательным, самым лучшим. Это идеально за все отчасти. Э, вот. Да, иногда. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Бурчал. Вот, иногда бурчал. по тем или иным поводам, но это такая натура человека, я к этому с этим давно смирился. Хочется понять, если шанс у нас все спасти. Ну, смотрите, если вы, во-первых, перестанете терпеть подобную нерешительность своего мужчины, да, если вы перестанете терпеть подобное отношение к себе, если вы значит примете сами решение, какое-нибудь решение, ну, по поводу, например, вашего будущего, да, по поводу того, как вы будете дальше жить, например, и так далее, то есть, если вы лишите, вот, просто, ну, просто лишите мужчин возможности держать вас в подвешенном состоянии, да, если вы возьмете все в свои руки, да, вот, то ситуация, конечно, будет улучшаться, по крайней мере, в том плане, что мужчина увидит, что, вот, помимо, помимо него, да, есть еще и вы, вот, а так вы себя никак не проявляете, и это, значит, убеждает мужчину в том, что он может делать все, что хочет, вот, и выпрямить любое его решение, вот, и это по факту, значит, снижает ценность, снижает вашу ценность в его глаза, вот, ситуация может спасти и то, значит, если мужчина не будет делать того, что ему не нравится, то есть, мне отложилось такое ощущение, что он чересчур, вот, знаете, как-то, ну, не знаю, загружен, может быть, чересчур, напряжен чересчур, занимается тем, что ему не нравится, не нравится, чересчур, ну, например, не бережет себя, вот, вот, понимаете, вот такие у меня ощущения, важненько, попробуйте предложить мужчине, вот, просто подумать, как бы ему было максимально комфортно жить с вами, ну, просто с вами, вот, как бы для него это было бы максимально удобно, вот, то есть, ну, можно ли что-то, что-то, что-то сделать, чтобы, вот, это было так, чтобы ему было максимально хорошо, а если можно, то пусть это так будет, то есть, предложите, вот, предложите мужчине данный аспект, то есть, предложите мужчине данный вариант, то есть, тут можно так и сказать, что, что, вот я, я, например, ну, например, например, я, допустим, допустим, поняла, что слишком сильно тебя там напрягало, напрягало, грубо говоря, больше я, например, так не хочу, допустим, вот, и, соответственно, вот как бы тебе было, например, удобно, да, комфортно со мной жить, вот, то есть, так-то вообще тебе нормально, просто тебя что-то не устраивает, да, вот, вот, может быть, если бы ты сказал, что именно тебя не устраивает, мы могли бы это как-то разрешить, да, то есть, попробуйте, вот, именно, предложить мужчине ориентироваться на свой комфорт, ну, в отношениях, с вами, мужчина, вот, ну, и, если он действительно защищается сейчас, то я полагаю, что, в каких-то моментах он сдаст свою позицию, я думаю, я думаю, что что-то он делать перестанет, например, ну, например, я не знаю, наверняка, но, он, допустим, не будет работать, например, или будет, там, не знаю, меньше работать, или что-то еще, вот, конечно, если, если, там, для вас это важно, вот, то, наверное, тогда говорить, говорить подобных вещей, ну, не стоит, если для вас это важно, вот, если вы готовы, там, принять его, такую, ну, его такого, да, вот, не работающего, там, больше делающего для себя, или, может быть, вообще переживающего проблему адаптации в новой, в новой, стране, вот, это очень другой разговор, это очень другой разговор, вот, но вам, вам, я рекомендую, все-таки, вот, больше обращать внимание, именно, на, то, что мужчина говорит, на то, что ему нужно, на то, чего он хочет, знаете, вот, вот так, и больше, 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 все-таки, больше внимания вам нужно уделять себе, мне кажется, это важно, потому, потому, что, вот, пока я, не вижу, чтобы вы, вели себя, как-то, знаете, ну, ценностно, скажем так, в отношениях, отношениях, то есть вы, вы изо всех сил стараетесь подстраиваться, вы изо всех сил стараетесь, ммм, сделать, чтобы мужчине было удобно, вот, ну, как будто бывает и о себе, о своих желаниях, так вы слишком мягко, вот, это, далеко не самый лучший расклад, отношения строят два человека, а у меня такое ощущение, что отношения держатся на вас, только, вот, а мужчине это все, вроде как, и не так, чтобы очень и надо, было, вот, понимаете, я отдаю себе отсчет, в топ-в топ, что, могу быть не прав, не прав, в своей, так скажем, интерпретации, вот, отдаю себе в этом отсчет, но, все же, думаю, что если вы их, именно, отношения сохраните, то лучше будет, если вы, вот, акцентируете внимание на этих аспектах, на этих аспектах. Еще, хотел бы вас предупредить, что спасать отношения, значит, зафиксировать некую такую, ну, жертвенную позицию, то есть, если вы спасаете, ну, что-то, или, кого-то, вот, то есть большая вероятность, что вы в этот момент уже становитесь жесткой, и это не идет вам на пользу, ни в коем случае, никак, вот, то есть, становясь спасателем, вы лишь вредите себе, вот, и спасатель, поскольку он, в общем и целом, является жертвой, вот, нашество, представляет еще меньше, привлекательности для партнера, вот, чем, ну, в любом другом случае, вот, а вот так вот, я думаю, вздумал, то есть, вам нужно все же отказаться именно от самой идеи, идеи, спасать кого-либо, и больше думать о себе, на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!